Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Но вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава наша называется «Мекец». И краткое ее содержание примерно следующее. Начинается недельная глава с того, что фараону снятся странные сны, которые никто из местных чародеев и волхвов не может истолковать. И тут вспоминают про Иосифа. Иосиф выводит из темницы, он преображается. Он толкует сны фараону, предупреждая о грядущих семи годах обилия и семи годах голода. В последствии чего он назначается фараоном, говоря нашим языком, премьер-министром Египта. То есть вторым после фараона. Фараон сказал, что все в его руке, все будет двигаться по его воле. Фараон выше него только престолом. Далее действительно проходит 7 лет обильного урожая, в результате которых Иосиф собирает огромное количество хлеба, пшеницы. Такое огромное количество, что уже сбились со счету и перестали считать. Но в Ханаане, где проживала семья Иосифа, пришел голод. И когда возникла необходимость в хлебе, естественно, сыновья Якова отправляются в Египет. Приходят они в два раза в Египет. Иосиф, когда их узнает первый раз, он от них утаился. То есть он притворился чужим, говорил через переводчиков. Он понимался, что говорят братья. То есть история, собственно говоря, известная. Но на что бы я хотел обратить внимание на такой момент. Голод. Как мы себе представляем голод? Вот дети представляют голод несколько по-своему. Вот если в доме нет конфет, значит настал голод. Дети согласны со мной? Люди взрослые, бывает такое, в холодильник заглянул, там продукты есть какие-то, но сразу надо что-то новенькое. Есть нечего, голод, да? В Библии описывается голод. Какого характера голод? Честно, я себе представлял так, что действительно нечего было есть вообще. То есть до такой степени, что можно было бы просто умереть от этого, да? Такой тяжелый голод. Но вот на что я обратил внимание. Значит, Бытие 43.11. Израиль, отец их, сказал им. Это вот когда они отправлялись второй раз, они уже знали, что их серебро в их мешках было, они боялись туда вернуться, потому что боялись Иосифа, которого они не узнали, потому что он с ними разговаривал сурово. И вот Израиль, отец их, сказал им. Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама, несколько меда, стераксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Ну, для начала просто представьте себе, что вы собрались в гости к президенту, ну или к премьер-министру. Вот какого размера будет торба, в которую вы сложите туда подарки для этого человека? Ну, вы понимаете, это будет не маленькая коробочка. Они туда отправились на ослах, и на каждом наверняка было, ну вот хотя бы по мешку вот того, что перечислено. А вот теперь представьте себе, у вас в доме голод, но у вас есть при этом, скажем, ну, несколько бальзама, ну, я не знаю, бальзам несъедобен, наверное, хотя смотря какой. Несколько литров меда, это у вас голод. Стераксы, я не знаю, что такое стеракса, ладан, это какие-то ароматные такие штучки. И вот мешок фисташек и мешок миндальных орехов. Это у вас в доме голод. Я задался вопросом, что же это за голод такой, что есть, ну, есть, что есть, но кушать вроде бы как нечего, с голоду помираем, да? И вы знаете, мне пришла одна очень интересная мысль. Знаете, говорят, хлеб всему голова. И, судя по всему, если в доме нет хлеба, то, ну, питание неполноценное. Может быть, оно как-то сказывалось на здоровье египтян и хананиян и, собственно, семьи Израиля. Я не знаю, но я вижу, что Писание все-таки показывает, ну, дает нам намек на некий какой-то особенный голод, о котором, ну, нельзя сказать, что кушать нечего. То есть кушать есть, но есть какой-то голод. И мне вспомнилось Амос, 8 глава, 11 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Причем это, в контексте, если посмотреть, оно описывается как наказание. И тогда я понял, что мы с вами живем вообще в замечательное время. Замечательное время в том плане, что, ну, у нас есть что кушать, у нас есть, ну, если мы говорим о физической пище. В данном контексте, о духовной пище, у нас есть немерено духовной пищи. Но при всем при этом люди очень часто загибаются. Ну, вот именно вот духовно, по тяжести жизненных обстоятельств, по тяжести грехов, по тяжести еще чего-то, по разным причинам. Ну, то есть вот, если нет хлеба, нет Слова Божьего, то, собственно, все то, что вокруг нас есть, оно жизни нам не дает. Вот. Я тогда вспомнил еще одно место Писания, связанное с Ишо. Это Иоанна, 4 глава, с 31 по 38 стих. «Между тем ученики просили его, говоря, рави, ешь». Это когда вот он возле колодца Якова общался с самарянкой. Ученики ушли за хлебом, ну, за едой, вернулись. И вот они говорят ему, рави, ешь. Но он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Ишо говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. То есть, смотрите, есть, оказывается, пища, которая называется, собственно, хлебом, да. Значит, и эта пища состоит в том, чтобы творить волю пославшую, ну, творить волю Божью. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, другой жнет. Я послал вас, то есть и нас в том числе сейчас, жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. То есть, смотрите, для Ишоа пищей является исполнять волю Отца. А для нас? Является ли это для нас пищей? Павел говорит, горе мне, если я не благовествую. Это все так перекликается с Ханукой, но о Хануке напоследок. Есть другое место. Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. То есть, интерес к Ишоа заключался в том, чтобы просто поесть бесплатно. Старайтесь же не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать Отец, Бог. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Смотрите, как интересно. Он говорит им, что есть пища физическая, есть пища духовная. И когда он сказал, что вашим приоритетом должна быть не пища физическая, но пища духовная, или хлеб с неба, да, они говорят, что нам делать? Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? То есть, в сознании иудеев, которым обращался Ишоа, творить дела Божьи, это есть хлеб с небес. И когда мы молимся, хлеб наш насущный, подавай нам на сей день, тут можно узреть еще такой момент, что мы, собственно, спрашиваем, что ты хочешь, чтобы мы сегодня сделали для тебя. Понимаете? То есть, это совершенно переворачивает наше сознание. И тут интересный момент. Смотрите, Ишоа говорит, что он есть хлеб, сошедший с небес, который дает нам пищу. Теперь давайте мы вспомним про Ханукию. Вот у нас есть восемь свечек, одна почему-то выше. Причем вот эта одна, она горит каждый день, а все остальные мы по очереди зажигаем. Что же это за свечка такая интересная, которая называется Шамаш? Шамаш, это буквально переводится служитель, служка. Ну, по-гречески это дьякон. Так вот, я на этой ханукальной неделе услышал очень интересный комментарий, что Шамаш это тот, кто наделен светом каким-то, каким-то даром, каким-то талантом от Бога, и который делится этими дарами, этими талантами, и зажигает вокруг себя. И Шуа есть тот Шамаш. Причем, вы знаете, вот сказал это Равин, ну, не мессианский. Я думал, может он скажет, что это прообраз Мессии. Не сказал, но то, что он сказал, мне очень понравилось. Он дальше продолжил. Говорит, Шамаш это каждый из нас. Мама, которая откладывает свой комфорт и свою радостную и беззаботную жизнь для того, чтобы воспитать детей, она Шамаш. Папа, который может оставить раньше работу для того, чтобы прийти в дом, для того, чтобы посвятить время семье, жене, детям, он тоже Шамаш. Я вам скажу, человек, который действительно выходит на улицу для того, чтобы благовествовать, возвещать людям, которые нуждаются в Мессии. О милости Божьей, о прощении грехов тоже Шамаш. Каждый из нас может стать Шамашом. И это может быть ребенок, это может быть взрослый, это может быть каждый из нас. Иосиф стал Шамашом для своей семьи. Ишуа стал Шамашом для каждого из нас, для всех нас, для всего человечества. Давайте мы в этом будем уподобляться и действительно стараться распространять тот свет, который Бог даровал нам, чтобы в этом... Ну, знаете, есть свет в этом мире, но хочется, чтобы его было еще больше. Поэтому мы зажигаем Ханоккию, и поэтому мы ее не прячем под столом. Спасибо большое за внимание и с праздником вас! Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго? Когда? Это придет. Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!